Наверное, в последнее время многие из вас, ровно так же, как и я, офигевают от нынешней ситуации с новыми видеоиграми. Несмотря на то, что NextGen у нас уже около трех лет, консоли стали мощнее в два раза по сравнению с прошлым поколением, кстати, выход каждой новой игры проследуется не особо радостными новостями по поводу производительности, о которой мы сегодня и поговорим. Не забывайте ставить лайк, поскольку это мотивирует делать ролики и помогает каналу развиваться. Не забывайте подписываться, поскольку это тоже очень важно, и писать свое мнение насчет этого в комментариях. Спасибо. Все вы уже, наверное, в курсе, что состоялся выход игры под названием Alan Wake 2. Если что, эту игру для Xbox и подписку Game Pass вы можете приобрести у проверенных ребят из X Games по ссылке в описании, что, собственно, я сам и сделал, и спасибо им за помощь оформления предзаказа на эту игру. В этом проекте довольно-таки хороший визуал, игра является полноценным NextGen, поскольку она не вышла на прошлой консоли, и когда новые консоли только появлялись, мне кажется, все были уверены более чем, что такая вот тема, как 30 FPS и низкое разрешение, как, кстати, и в этой игре, остается в прошлом. Ведь мощи стала куда больше. И тем более, если уж прошлое поколение при помощи Xbox One X и PlayStation 4 Pro нам выдавало в некоторых моментах якобы True 4K, и иногда 60 FPS, то с выходом нового поколения, как казалось, 60 FPS и 4K, ну, должны быть уже неким стандартом, но так все еще не происходит. Увы, но, как показывает тенденция, с практически каждой новой игрой случается какая-то, да, не особо офигенная ситуация, даже при условии, что визуал не особо блещет какой-то инновацией и шагом вперед. Starfield у нас идет в 30 FPS, в том же Redfolio около 3 месяцев, а может быть и больше, тоже было 30 FPS, еле как подвезли 60 FPS в Dane Light 2 на серии SS, посмотрите, как идет Importals, да, была не особо офигенная ситуация на боксе с игрой Protocol Callisto, новые Звездные Войны не блистали хорошей оптимизацией, и опять же, это не особо предсказуемые были ситуации в начале, поскольку мощь консолей выросла, и по идее стандарт выдаваемой производительности тоже должен был вырасти, ибо мы недаром видели не раз шильдик 4K и 60 FPS в рекламе и на коробках консолей. Конечно, сейчас могут влезть во всю эту тему ПКшники с их видением проблемы, и обозначить ее в виде и так слабого железа на консолях, по сравнению, например, с карточкой 4090, мол, что вы тут хотели, что вы тут разнылись, заплатите 300K за комп, и все будет у вас офигенно. Честно, они отчасти будут правы, что сейчас компы, они намного мощнее, чем консоли, вы можете на них выжать там максимум, и в целом ситуация будет лучше, но даже адекватные пекари не дадут соврать, что с каждым годом требования к играм, они растут, и даже при условии супер-мега мощного ПК, у вас все равно в некоторых играх будут наблюдаться такие себе показатели. Не, ну тогда это криворукие разрабы, которые не могут сделать нормальную игру, ну в целом-то про это и речь, что на консолях разрабы почему-то тоже иногда перестают гнаться за условным новым стандартом, и давать нам нормальный показатель на бумагах, это, кстати, самое важное словосочетание в этом видосе, запомните его. Мне кажется, не особо клевую оптимизацию, все-таки можно простить за счет каких-то заметных невооруженным глазом скачков графики, как это было, например, в демке Матрицы, и мне кажется, мало кто вообще взгрустнул, почему там падение до 24 кадров, или там не особо большое разрешение было, поскольку ты смотришь и понимаешь, что на выдаваемые изображения уходит довольно-таки много ресурсов, поэтому тут можно и потерпеть ради такого визуала. Но когда ты видишь просто в целом хорошую картинку, не особо понимаешь, почему такие показатели. Возьмем того же Alan Wake 2. Конечно, разрабы изначально намекали нам о том, что оптимизон не задался за счет консоли Xbox Series S, на которые во многом опирается консольная версия, но в итоге что мы имеем. Но стоит признать, что и на том же ПК не все гладко, поскольку требования там немаленькие, и попробуй еще собери ком, чтобы поиграть в эту игру при нормальной графике. Опять же, причин, почему так происходит, довольно-таки много. Это и криворукие разрабы нежелания сделать проект идеальный, мы бы за это не будут платить больше. И внедрение множества не особо заметных глазу технологий, внедрение там, например, RTX, и, честно говоря, это очень клевая фича, на которую я сам ставил свои ставки в NextGen, и мечтал, чтобы она была в каждой игре, поскольку, по примеру, с Майнкрафтом он меня поражает до сих пор, но реальность была немножко другой, ибо в некоторых играх RTX не то чтобы не заметил, он там не особо нужен, и при его наличии ситуация с играми ухудшается настолько, что лучше бы эту технологию реально не добавляли, пример Метроэкзодус на серии СС. Конечно, тут, мне кажется, не обходится и без внутренних каких-то договоренностей между компаниями по производству ПК-железа, для того, чтобы каждая игра стимулировала вас быстрее переходить на новую видеокарту, чтобы производить больше, продавать и быстрее двигаться вперед, и как бы, ну, с этим вообще ничего не сделать. Ну, а я как консольщик, со своей точкой зрения, хочу вас немножко успокоить по всей этой теме. Знаете, я хоть и не особый фанат смотреть на цифры, и мне не особо нужны настоящие 4К и мега стабильные 60 фепосов, но смотря так же, как и вы иногда тесты, и читая новости о том, что та или иная игра снова нам не показывает нормальную производительность, начинаю испытывать какое-то недовольство, ух, блин, разрабы опять ничего не сделали, какие они засранцы, там, консолька не тянет, и, короче, всем этим я просто немного порчу себе настроение. Буквально на днях я задумался о такой простой вещи, которая, возможно, поменяет мировоззрение многих игроков, а особенно консольщиков. Запуская тот же протокол Каллиста, играя в свое время в RDR 2 на том же Xbox One, где было мыло-мыльное, проходя того же Alunwake'a 2, кстати, если вкратце, игрушка топ, но ту часть, которая прошла, больше ориентирована на поищи, расследуй, подумай, нежели побегай и постреляй, как это было раньше, и в целом игра стала видеть капец как Resident Evil'ом. Это неплохо, но, так скажем, это не типичная игра от Remedy. Но этот ролик все-таки про оптимизацию, давайте пойдем дальше. Пробуя тот же говно Redfall в 30 FPS, честно говоря, я не испытывал каких-то негативных моментов по отношению к производительности, хотя на бумагах они у меня вызывали недоумение и даже кринж. Но как же так? Я пришел к выводу, что конкретно на консолях оптимизон чаще всего построен таким образом, чтобы просто создать приятный гейминг, чтобы вы играли без каких-то заметных проблем. Да, понятное дело, не иногда случается, это факт. И сравнивать с ПК у вас не будет там супер максимального качества, каких-то эффектов. Но разве от этого, смотря только на свой экран, у вас будет вызываться чувство какого-то дискомфорта? Я думаю, что нет. Если да, пацаны, переходите на аппарат мощнее, все легко и просто. Проблема всей этой фигни, мне кажется, просто восприятие. Зная, что где-то там есть лучшее. И зная технические показатели, мы морально себя начинаем негативно на все это настраивать. Чтобы вы понимали, я этим ни в коем случае не оправдываю такую себе оптимизацию, разработчик, который там косячит, да, грубо говоря. Просто в некоторых моментах, то, о чем я говорю, отношение к своим же ощущениям может быть менее негативным. Простой пример. Когда мы на стриме смотрели производительность на Alan Wake 2, я понял, что многие через экран и на обращение каких-то мерцающих артефактов, зная, что самое фиговое качество между консолями на серии SS, думали, что на той же PlayStation 5 будет заметно лучше. Но задав вопрос, какая версия у вас на экране, многие не смогли угадать. Вот даже для вас пример, как вы думаете, на какой консоль запущена игра. Правильный ответ – PlayStation 5. Хотя в целом там с оптимизацией ситуация намного лучше, чем на серии SS. Понимаете, к чему я клоню? Чтоб меньше расстраиваться от всей этой темы, считать пиксели, читать новости, палить сравнение, просто скачайте желанную игру и поиграйте. Если вдруг при игре у вас будет создаваться дискомфорт, и вы действительно будете, там, не знаю, испытывать неудовлетворение от качества картинки, видеть мыло, вас будут, не знаю, беспокоить количество кадров, то да, есть смысл расстроиться, тогда вам стоит либо сменить консоль на более мощную, или пересесть на ПК с большим бюджетом для соответствующих комплектующих. Просто разговарив с обладателями серии SS, они мне еще раз напомнили про одну хорошую вещь, что в консолях это прежде всего возможность играть в игры, а не ощущать максимальное качество, которое могло быть доступно. Поскольку сами понимаете, что консоль за 500 баксов, за 300, вам никогда не выдаст качество, как ком за 1500 баксов. Это и ежу понятно, но если вас на глаз это устраивает, то смысл переживать, и в целом смотреть какие-то сравнения или там на бумаге. Многие в этом вопросе могут сказать, что на консолях стоят действительно самые низкие настройки графики, якобы тесты открывают, там, не знаю, глаза на все это. Некоторые детали действительно будут это показывать, но у вас на консолях никогда не будет такого самого минимального качества. Ну, к примеру, возьмите форточку, вот вам самые минимальные настройки графики, когда игра становится похожей реально на мобильную версию. Хотите сказать, что на консоли вам выдается именно это? Нет, далеко нет. И так во многих играх, поскольку оптимизацию делают таким образом, чтобы по цифрам у вас там может быть и не особо клевая ситуация, но смотря в экран, в это можно будет без проблем играть еще и с хорошей скоростью загрузок. Просто опять же, по моим наблюдениям и по собственному опыту, мы вряд ли с вами на глаз можем определить точное количество пикселей, количество кадров в секунду, но при этом мы можем ощутить критический дроп. Или же просто негативное или позитивное чувство от выдаваемого изображения. Просто знаете, есть такие игры, в которых 30 кадров тоже нормально ощущается, и как бы мы негативно, например, не относились к Сарфилду, люди без проблем играют в 30 фпс и кайфуют от игры. Тот же Redfall при геймплее у меня тоже не особо вызывал какого-то дискомфорта, меня просто триггерил факт недоделки. Да, все это ни в коем случае не убирает фактическую проблему в отсутствие другого режима или отсутствие 60 фпсов, но как минимум не заставляет вас бессмысленно гореть от этого. И чтобы негатива в этом плане было меньше, просто полите меньшие сравнения и громких заголовков про оптимизон от диджиталов. А еще ко всему этому, если у вас консоли, особенно серия СС, играйте лучше на небольших мониторах, телеках, желательно там 24 дюйма берите, поскольку если разрешение в игре не особо радует, то на маленьких экранах оно будет казаться четче. Или же на больших экранах при условии, если вы сидите от него далеко, вы просто будете играть и вы забудете про многие графические беды. Чтобы вы понимали, мой отец тоже начал поигрывать в игры, и у него дома серия СС, и несмотря на то, какую игру он включает, его не волнует вообще количество пикселей, количество кадров. Он оценит игру в общем, визуальный стиль, интерес к игре, сюжет, механики и прочие темы, на которые на самом деле и нужно в первую очередь смотреть. Но тут опять же выбор у каждого свой. Если вам нужны пиксели, вам нужно разрешение, пацаны, лучше ультрамощного ПК вы, наверное, лучше решений не найдете. А на консолях, исходя из тенденции, вероятнее всего, такая вот тема с низкими показателями в цифрах будет происходить и дальше, ибо игры все равно покупаются, истории повторяются, и повлиять на это мы, к сожалению, вообще никак с вами не сможем. И лишний раз негатив, честно говоря, уже просто не хочется. Но я, к примеру, играя во многие игры на Xbox Series, пройдя тот же протокол Callisto, который значительно хуже шел, чем на PlayStation 5, тоже, честно говоря, ну, как бы удовольствие себе не убавило от визуала. Поскольку так или иначе, игры стараются оптимизировать на консолях так, чтобы создать просто комфортную картинку, и на мой взгляд, у многих игр это получается делать, даже несмотря на то, что по бумагам у нас низкое разрешение и не такой большой FPS. Поэтому мой вам совет, меньше смотрите на цифры и больше верьте своим ощущениям без сравнения. Тогда негатива по всему этому у вас станет меньше, но если вы тянетесь к лучшему, будьте добры тогда покупать самое дорогое и переходить на ПК. Вот такой вот видосик. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение отношения к производительности, к 60 FPS, 4K и так далее, что имеет, какую консоль, какой ПК. И еще раз большое спасибо вам за просмотр, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok